Ускорить строительство нового терминала аэропорта в Шимкенте поручил премьер-министр. Строить объект начали еще пять лет назад, но до сих пор не сдали. Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в мегаполисы и сразу обратил внимание на состояние воздушной гавани. Он также ознакомился и с работой крупных предприятий и принял участие в открытии нового завода по производству стекольных конструкций. Подробности у Катерины Попковой. Сразу по прилету, вне рабочей программы, премьер-министр решил осмотреть аэропорт Шимкента и заметил, воздушная гавань не соответствует статусу международного. Исправить положение должен был новый терминал, который строится за счет инвестора. В 2020 году здесь обещали встретить первых пассажиров, но объект до сих пор не запустили. Еще в 2018 году было дано поручение ввести новый терминал аэропорта для людей, для гостей, которые прибывают в город. Для туристов первое впечатление – это состояние аэропорта, которое они получают. Первое впечатление – от города, от страны. Поэтому быстрое введение нового терминала имеет большое значение. Зато идет быстрее дело с запуском производства. Алихану Смаилову показали, каких успехов город достиг в промышленности. В Шимкенте запустили пять индустриальных площадок, где разместились более 300 производств. И сейчас места свободного там почти нет. Поэтому решено создать еще пять выгодных территорий для бизнеса. А это современный многофункциональный торгово-логистический центр. Он вырастет до 136 гектаров. Торгово-логистический центр надо увеличивать. У Шимкента есть возможность стать центрально-азиатским хабом. Есть перспективы. Это хорошо для экономики. В первую очередь для снижения цен. Во-вторых, наполнит рынок продовольствием. На один тенге, вложенных инвестиций из бюджета, налогами возвращено в три раза больше. То есть на все вот эти площадки в совокупности было вложено около 18 миллиардов тенге для инфраструктуры, для этих пять площадок. А сейчас они налогами возвратили уже 50 миллиардов тенге. Символическая кнопка пуска и новое производство уже в деле. Это завод по обработке и производству стекольных конструкций. 260 шимкенцев получили новую работу. Среди них Аслан Тимирбек. Молодого специалиста взяли старшим оператором. Предложили здесь работу. И здесь сейчас работаем. Зарплата хорошая у нас. 180 тысяч. И еще соцпакет есть у нас. Домой отводят, привозят с утра. Потом обед. А на этом заводе перерабатывают отходы свинцового производства. Из них делают концентрат цветных металлов. Это важный для региона и страны проект. Реализуется, чтобы снизить экологические последствия от промышленной деятельности. Премьер-министру также показали работу крупного фармацевтического предприятия. В этом году инвестор вложит на развитие завода более 8 миллионов долларов. Большие планы строят и на нефтяном гиганте. Мощности шимкенского НПЗ хотят увеличить в два раза. Из года в год внутренняя потребность увеличивается. Наша задача – выпускать 21 миллион тонн нефтепродуктов в год. Сейчас шимкенский НПЗ выпускает 6 миллионов тонн. Планируем 9. Если получится, то до 12 миллионов тонн увеличим. Премьер-министр напомнил о поручении президента увеличить долю отечественного производства фармацевтической промышленности до 50%. Через два года правительство пересмотрит отдельные механизмы поддержки отрасли. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шимкент, Хабар, 24.